Песня 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 Там еще были дети, но не захотели Дети 5 или 6 лет Двое у них было Четверо у них и один Сама она Ревностная Нотария А Леня старше В 21 год Но все Ему не нравиться Ничего не осталось Все Больше всего не нравится, мне вот это не нравится, поясок. Из этого я все больше и больше утверждаю, что имеет какую-то силу, духовную именно, не просто, а я это умею. Он знакомый был, хороший человек, но не православный, ревности в христиане. Не было, что в храме он мог проповедовать, даже я говорю, что проповедовать. На Денис Тихарий может проповедовать, но только ты должен пояс надеть. Из-за пояса нет ненаденных пояс. Понимаете? Это что такое? Веревочка, в храме веревочки имеет такую силу, что даже от проповеди в ходе человека. Ничего не сказал. Добродетельный, гостеприимный. Все, человек. А вот это нет. То есть что? Здесь, я думаю, так все-таки, это неотвержение себя. То есть первая ступень не была как нужно на ее встать, на эту ступень. И вот этот парень, двадцать один год, вот все не так. Чуть и не то, что и облака там нехорошие. Ну это я уж от себя так это, как смотрю. Ну все нехорошо. И то, что вот там вот командует начальник вот это. А ты как хотел, чтобы, что ты командовал здесь? Я говорю, ну. Почему ты, двадцать один здесь, гость тебя, а его восемьдесят пять лет. И ты хочешь им командовать? Так что вы им командовать, то должен, по крайней мере, больше его иметь опыт жизни, больше его знаний иметь. Тогда ты можешь командовать. Авторитет. Авторитет. Авторитет иметь. Авторитет. А у тебя авторитет такой, нигде не работает, а работает, сейчас не работает. В армии был? Нет, не был в армии. В армии не был. Обязательно надо в армию стоять. Он больной? Обязательно в армию стоять. Ну больной. В коленку. После армии, как раньше было, помню, что в советское время там, ну какой-то дома там шалопай такой. Ну в армию пойдет там наставит. Все в воина. Ну правда приходил с армией, но более человек уже такой. В воине на армию. Да. На армию. Скажите, какой-то духовный очаг был. Ну почему? Там, во-первых, он в первый день, если здесь ему все не нравилось, там в первый день ему все понравится. И перловая каша без масла. Да. И за обедом 15-20 минут. Вот. И кто-то там, допустим, он старший, допустим, а там сержантик, он, допустим, на пять лет может быть моложе. Но он командует. Ты против слова не скажешь. Ты не согласен с ним. Выполнить приказ, тогда уже может жаловаться. После того, как ты, там, десять нарядов, десять ночей не поспишь, там туалеты помоешь, там краники там это и прочее и прочее. Охо. Сразу. Дома вставать не хотел, а там в первую, я помню, нас когда привезли в Басково, выгрузилось, там где-то в Извайлевском парке были эти казарники. Мы где-то уже только легли спать в два часа ночи. В шесть часов. Подъем. Мы вдали бы хоть вы. Нет. Подъем. Все. 45 секунд у вас, да? Да. 45 секунд. Поджигали? Нет. Нет. Старшина у нас была. Старшина был еще военным. Старый. Старый. Был он строгий, но справедливый такой. Милостивый. 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 45 и стоит, у меня в часы какие-то такие рабочие. Он стоит и так смотрит. А за шлопку двери держит какой-то. Все там друг через друга прыгают. Выскочить на улицу скорее. Ну и наконец уже. Но он маленький еще пропустит. Там секунды. Три-пять еще. И тогда дверь закрывает. Там три, пять человек остались. Это уже. И оба. Потом. Отдельные работы. Отдельные работы. Да. Будут любить. Это в один день. Сразу все. Послушание проявляется. Вся любовь ко всему. Застало мне разговаривать. Заговорили. Так. Встать. Встало. Все. Обед закончился. У нас было такое решение. Вот так. Слишком это не проявляет. Потому что без пищи. Я сядь назад не поел. Там все. При мне, когда у меня уже был один образователь, призвали новым пополнением. То есть, из них был один парнишка адвентист. Суббота. Он не выходит на работу. А у нас был строитель на час. То есть, суббота короткий день. Там до часа работает. Он не выходит на работу. Так. Я не могу. Меня Бог мой не ведет. И все. Его туда наряды. Его там. На вахту. Десять суток на вахту. А на вахту тоже не выходит. Там еще десять продлят ему. Зампалит меня вызывает. Лапки. Ну, как-то вы поговорите с ним. Подействуйте на него. Я говорю. Ну, товарищ майор. Он согласен работать в воскресенье? Ну, вы можете. В смысле в субботу одну? Ну, в воскресенье дайте работу ему два раза. Он говорит. Я в субботу сколько нужно буду работать? В воскресенье. В воскресенье. В воскресенье. Сколько не в субботу? Ну, сделайте. Ну, я не знаю чем закончилось. Ну, вот это вот то что. А он говорит. Кто не работает, тот не ест. Написано. Да? Написано. Он в столовой тогда не идет. Я не работал. Он в столовой не идет. А как в столовую что-ли? Его подруки ведут? Что? Его подруки ведут. Он едет. Он не ест. Это не важно. В столовой я буду. Все там ел. Не ел. Но не ел. В субботу не ел. Раз не работал, не ел. Это в столовой. Чем закончилось, я не знаю. Я уже не выживался, потом потерял. Вот как люди, значит, блюдут себя. Понимаете? Ну, вот так вот. Было крещение, прошло хорошо все. Накануне погода была как-то там заморачала. А здесь, так, рассветили. Представьте, это... Ну, хоть как судить здесь. Тридцать три года все-таки. Тридцать три года все на крещении. И ни разу не было. Чтобы даже так. Было так. Служба идет у нас. Там ветер дует, там... И дождь буря раз. Мы выходим на крещение. Один раз видно было. Кругом где-то. А у нас... Тихо, мирно. А видать, кругом тяло все там идет. Знаете, как было? Ну, что здесь? Чудо. Ну, какое чудо просто. Как-никакое. Господь посылает. Для нас чудес. Ну, вот так вот. Вода теплая была. Вода теплая была. Только заходить в воду. И с тучи вот так, раз и солнце. Какое это в гости? Ребятички только вот были такие. С тематой. Крестить было их. Трудно было иметь. Таких не было. Они, видать, как-то не это... Девчонка одна. Ну, ей, наверное, пять годиков. Я дизоляю. Значит, она хватилась за перила. Я не могу оторвать ее от крив. Руки. Я уже развял руки. Руки я обои. Ручонки за... Ее держу. А она вообще... А-а-а-а. Я ей закрываю рот. Ну, она не закрывает ничего. Я говорю, раз. Она, конечно, хлебнула. Я дождал, когда она прокашивает. Втор раз. Заболчи, не кричи. Ну, она говорит, не. Второй раз. Ну, и третий раз. То есть, она три раза. Хлебнула. Ну, вот такие вот. Я не могу рот закрыть. Ее руки держу ей. Если бы руки не были, я бы там была такая рука. И все. И все. А это... Вот такое было прямо. Совершенно. Так все хорошо было. Никаких не было так спокойностей. Ну, вот так вот. Сейчас я езжу. Мне все не повезло. Андрюша ездит, потеряет. И меня довезет. Да. Вот так вот. Чудо. Чудо. Да. Чудо. Чудо. Следующее, значит, воскресенье, я буду здесь. Я в субботу приеду. Это у меня суббота выпала... Как скажем? Ну, нехорошая, но трудная. Сложновато. Вся ночь, считай. Вся ночь без сна. Никак. В час уже вставать надо. В одиннадцатом летом. В час вставать надо. Там ушло до двенадцати минуту. А чем все задремало? В час вставать надо. В два часа выезжаем на поезд. А в поезде какой там сон? Так. Ну, час еще там дремалось. Приехал пол. В двадцать минут девятого поезд приходит. Град не отсветил. Двадцать минут шестого. Двадцать минут шестого. Двадцать минут шестого, да-да. Пять-двадцать. 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 Я всегда подбирал. Следующее будет хорошо. Я утром на поезд у нас пол седьмого идет. Все снять. Ну, нормально. Обычно в пять часов встали. Встал, все собрали, все слили. Никаких нет. Спокойно. А это весь день. Весь суббач, наверное, было. С утра я пошел в здание, с просфоры взял, там помолился постоянно. Как раз я пришел, они там в тюрьминскую пылью. У меня до конца ходил на молитву. Ага. На котором мне дают просфоры, там монахинные, что-то мне говорят. Погоди, это мне женщина на объекте, женщина плачет. Вот-вот, батюшка, вас сейчас поговори с вами, утечет вас. У нее то либра, или кто умер, там холодно. Сорок один год, все. Ну что, поговорю я с ним, она успокоилась у нас. Это, это, Евангелия-то есть, да есть, есть в доме Евангелия. У меня есть какие-то читать, там, трех ребятам вроде некуда, и читать, там, все, так, да. Да, в стране-то немного было, человек пятнадцать всего было, еще к приходам, так, ну, да, все сюда поразлетали. Так, ко мне какие вопросы? А я в этом не участвовал, я не виновен, я не украл, не украли. Это украли, когда чужое берут, а когда свое, это называется как, можно сказать? найти. Эксприация, наверное, да? Нет, самое здоровое. Перестановка, да, что-то такое. Свое, что строили его, что его взяли, те его строили, и яму копали, и все, он сколько лет служил там, лет десять служил, поэтому, ну, что я там говорю, они его там, на телевы, перевезли, он двухместный там, перевезли его, и яму закопали, и все, ночью, так говорили ребятам, все, позвали, в милицию, в милицию приезжала, разбиралась, да, да, в милицию, в милицию приехал, участковый там, или кто, молодой такой милиционер, ну, 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 там вперед, это, Игнатий, там как раз был адвокат, после Георгиева, поговорили, ну, что ни с этим путем было, это все там сделано, это так, это, дом-то строили там, дом я строил, Игнатий строил, там полы, там потолок, настилал, все там, я по-моему, вся кирпичная, где вкладка, это все мое, послушайте, послушайте, поэтому так, а это так, получилось, ну, для чего это нужно, это искусение, не просто так, и это все пройдет, что-то, но они же заявление еще написали, Игнатий, ну, ответное заявление, ну, там что-то, я не знаю, писали, но я не участвовал в этом, они написали заявление, там, ну, там сейчас, пойдет, сами себе, накрутим, я говорю, не надо, а видео-то нашли, где, там, брату, продает, Игнатий Тихоновичу-то, не нашли? Да не видео, там, там, есть документы, есть, ну, да, вот этот, там, Никита же участвовал еще, Колесников там, ну, там, понимается, Агнатий Тихонович, там, они, значит, все, и, знаете, это деньги там, ну, да, вот, они в нотариусе, что, Никита, кого покупает, Павел Васильевич, Павел Васильков, согласен, там был, и, свидетель был, свидетель, Валентина Тихоновича, свидетель была, а документ-то есть, но, ну, она, уже не пойдет, ну, это так, иногда, ну, ладно, все, я, мало свидетелей, отхожу, есть еще какие вопросы есть? А как там, с дорогами, вот это вот, дорога сейчас, прекрасно все, катись бога, да, конечно, как это, там, М4, Господь не пустил у нас, и Елена, как приехала? У нас двусторонняя, там это, доедешь, дорога такая, вот, посторонняя дорога, от Москвы до Казани, ни одного светофора нет, ни одного где, развязки нет, нигде нет, все, можешь выехать в Москву, и не останавливаешь, доехать до Казани, вот так у нас, раз вернешь с дороги, нигде нет, без остановки, можно потерять, а где сворачивать, там где, поворот это? Сразу, за остановкой, сразу, за остановкой, как раньше, ну, в поле сначала, выезжаешь, да, 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 там лучше, там нет, а там колеи наделали, а он еще, мы ждем, когда ездили, раздолбили большие, да, раздолбили там, так что, дорога прекрасна, приезжайте, если здесь сделать нечто, то у нас найдется, все, молодежный, да, называется, вот этот поселок, где остановка, да, зачем, ну да, его проезжаем, молодежь, проезжаем, остановка наша уже там, когда, ну, последняя, перед остановкой, вот эта, деревня, как называется, подстепный, там уже, подстепный, подстепный, налево будут там эти склады, проехать об этого, и смотри, остановка там будет наша, зелененькая, да, зелененькая, и будет за остановкой, перед поворотом, это прям потеряешь, конечно же, остановка, ну, почему, постепный, люди приезжают, вы так наши говорите, что, ну, мы там садимся, если когда, а надпись там никакую, нет, нет, она просто зеленая будет, что стоит, ну, я-то знаю, для тех, ну, вот, и с ним заходить, давай, то есть, а что, что почитать, так считаем, да, а что читаем, во имя Отца и Сына, и Сына и Северного Духа, Аминь, послание апостола Павла, Кремлян, 5 глава, с 1 по 10 стих, «Итак, оправдашись верою, мы имеем мир с Богом, через Господу нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божией». Толкование. цитата, через Господа нашего Иисуса Христа. «Он оправдаши нас, когда мы были грешниками, поможет нам и сохраниться в правде Его, Его Бошебуку, ибо через Него Бошебуку мы получили на доступ к той благодати». «Благодать» это что, сейчас будет объяснено? «Если Он привел далече бывших, то тем паче удержит близ сущих, привез же нас к той благодати, каким образом, верою, то есть когда мы принесли веру, что же это за благодать? «Получение всех благ, какие подаются нам посредством крещения, в которой состоим, имея твердость и непокоребимость, ибо божественные блага всегда стоят и никогда не отпадают. И не только твердо содержим полученное, но уповаем получить и прочее». «Мы все мечтали, не хочу». «Хвалимся говорить надеждою благ, которые даны будут нам в будущем. Они, как относящиеся к славе Божией, непременно даны будут, если не для нас, то для прославления самого Бога». «Дары Господь дарует нам, дары могут быть несколько, но они могут быть по одному на члене церкви, на ведущем человеку. Могут быть два у кого-то, может три, но это дает Господь». «Третье. Денисим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность. От опытности – надежда, а надежда не постижает, потому что любовь Божия излилась с сердца нашей Духом Святым, данным нам». «Не только хвалимся благами будущими, но, что еще более, даже настоящими скорбями своими. Не смущайтесь же тем, что мы в скорбях. Это и есть похвала для христианина. Каким образом? Скорб производит терпение. Терпение же делает искушаемого опытным. А опытный человек успокаивает себя в доброй совести той мыслью, что подвержен скорбям для Бога. Убывает новозаяние за эти скорби, а такое убывание не бесплодно, не постыжает надеющегося. «Человеческие надежды, не сбываясь, постыжают надеющихся, а божественные надежды не таковы. Ибо подающий благо бессмертен и благ, и мы, хотя и умрем, оживем, а затем ничто уже не воспрепятствует надеждам нашим сбывцам. О будущем уверяет той любовью, которую показал уже нам Бог. Говорит как бы так. Не теряйте веры, убывание на божественные блага не тщетно. «Ибо кто так возлюбил нас, что сделал нас чадами Божиими, без всякого труда нашего, посредством Духа Святого, то как не даст свинцов после трудов?» «Излилась любовь Божия в сердца наши, то есть является обильной и богатой в нас, имеющих в сердцах самого Духа, которое отдал нам Бог». В 6-9 стих. То есть в сердце нашем не было любви Божьей. Говорят там, Господь сотворил человека, частичка в каждом Бога есть и так далее. Нету никакой частички Бога в человеке. Сердце пустое было. А вот сейчас Господь нам дал это, и Божья любовь в наше сердце перелилась. Понятно? Нет у нас любви к Богу, не было. Вот это сейчас пример, это отношение детей к родителям. И написано в Библии, «И восстанут дети на родителей, и умертвят их». Не родители детей умертвлять будут, а дети родителей будут умертвлять. Почему? Ну, потому что нет любви. В 6-9 стих. Саня Применна. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто обрет за праведность, разве за благодетеля, а может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Спасемо тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева». Цитата. «Сказав, что любовь Божия изливается в нас через Духа, которого мы имеем в себе, как дар от Бога, показывает еще и величие этой любви, из того, что Христос умер за нас немощны, кто и грешников. Но что еще хуже, за нечестивых, хотя едва ли кто-нибудь и за праведник умрет. Итак, это преизбыток любви – умереть за грешников и нечестивых. Когда же Он умрет по любви, и смертью оправдал нас, тем паче теперь спасет нас от гнева, которых уже оправдал, даровал нам большее оправдание. Как не спасет от гнева? А спасенным от гнева дарует и благо повеликую любви свадей». Десятый стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся с жизнью Его». С рукованием. «Хотя, казалось бы, говорит здесь то же самое, но умозаключение через сравнение различное. Выше говорит о нашей греховности, и потом добавляя, что мы оправданы, через сравнение заключает. «Кто оправдал нас, гречников, своей смертью, тот, кем паче спасет оправданность?» А теперь, упоминая о смерти и жизни Христовой, опять сравнительно умозаключает. «Когда мы примирены кровью и смертью Господа, то как теперь не спасем с Его жизнью?» «Ибо кто не пощадил Сына Своего, но дал Его на смерть для нашего примирения, тот, не тем ли паче, теперь спасет нас жизнью Его». Вопрос. Вами, в общем. «Кто, спаси немножко, на славу?» «Молодой, да». «Спасибо». «Ну, иди». «А кто везти будет?» «Ваня, будешь везти?» «Давай, проведи наше собрание». «Ну, спроси о болящих, расскажи что-то о себе и спроси что-то, что-то». «Ну, а что такое?» «Ты же уже такими делами занимаешься?» «Взрослый». «Да, вырослый». «Дело любви, а мы тебя поддержим, ты умолюся». «Ты же сбили, так». «Мешанин будет живым». «Надь, не свечу». «Кого из себя болят?» «Кто за болящего?» «За Ванки». «За кого молиться?» «Ну, те же болящие». «Семья грехового овоща еще болит. Я видела, они шли вот и сами сегодня на занятиях, да. Так что продолжим молиться. О, кто, они не были на занятиях. А потом... ... «Николай болит». «Надежда?» «Чё болеет все?» «Он же выписался». «Я думаю, что на что это может?» «Ну мы молимся конкретно, когда человек болеет, что надо...» «Надежда. «Надежда, политое». «Надежда, да». А брат Николай видит, что он же мужчина, не за то, чтобы господь чудо сделать. А путешествующих хотят с этим путешествовать, сейчас отправляется. Потом Галина скоро тоже отъезжает. Татьяна Кузьминична, слава Богу. Виктор Андреевич тоже путешествует. С мучкой Таисии. А, Виктор Андреевич путешествует с Таисией, то что я ничего не знаю. В Тихве. Они в Ленин, в Петербурге, там где-то под Петербургом. Слёт там у них, Эсперанто. Интересно, наверное, это. Так, можно я тут скажу? Там из Потеряевки прислали фотографии. Там стоят, руки подняли. Когда Игнатьевич молится, вот так молится. Я хочу сказать, что там некоторые, смотрю, стоят такие унылые, прям, насупленные. И не поднимают руки. Вот, глядите, Господь говорит нам, да, вот, Псалом 46-й, 2-й стих. Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости. Вот, 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 восплещите. Да, 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 да. Вот, восплещите, это поднять руки. Вот так. Восплещите. А почему? Ибо Господь Всевышний страшен, Великий Царь на Севере земель. То есть не потому, что там он нам дал мясо жареного, барашек не вкусно, там еще с травами, там чихно-штумов, все надо было. Хорошо готовили, там вина давали, там кружку большую, написано у Давида, Соломон там, когда храм, там вообще столько было еды, много. И все наелись, и хорошо, радостно, и нет, не поэтому, потому что Бог страшен. Тут вообще непонятно, глазом радости восклить, Господи, там, как ты велик, там, могуч, там, милосерд, это радость ты выражаешь, и слышишь, потому что он страшен. Бог страшен, надо в первую очередь не в себе там что-то умудряться, видишь, братья, все молятся Богу, чистые руки без гнева и сомнений подняли, а кто столкнулись? А? Может быть, он вас не видит? Да, да, это понятно, что когда ты стоишь, зажался, все вокруг, ну, ты подними руки, ну, ладно, там, тебе тяжело держать, там, что-то, ну, ты подними, ты, вот, допустим, восклицаем, Авва-Отче, Авва-Отче, вы понимаете, о чем будет речь? Как переводится Авва? Отец. Отец. А зачем Авва-Отче говорил? Отец от Сум. Бог богов, отец от Сум, совершенно правильно. Мы, то есть, Бога, а раз мы его превозносим, а почему превозносим? Ну, мы боимся его, в первую очередь. А как понять, боимся? Есть такое определение, как пример, ну, как бы сказать, что, ну, какое-то слово, и мы его раскладываем и показываем. И вот в этом случае говорится о том, что Господь, Он до такой степени важен для нас, что мы ничего не можем делать без него. И поэтому Он Бог богов, отец от отцов наших. Но забыли, что такое почитать отца, мать, забывают люди. Поэтому Господь сказал, напоминайте детям вашим, напоминайте, если не будете напоминать, то там будете прокляты до тысячи родов, до четвертого рода, а благословены будете до тысячи родов. Вот так. А почему? Ну, чтобы боялись. И к кому обращаются? К детям обращаются. Ну, как обращаются? К родителям. Ну, родители-то передали детям. И все. И все. А то начинается там. Вы должны показать пример. Если ты, будучи родителем, ничего не говорил детям о Боге, просто прожил как оленя в лесу, кабаны, и все. Желуди проискал, веточки пощипал, и ничего не сказал своим детям. Родились они где-то, убежали, и там выросли. Но если ты рассказал, то дети знают, что это Евангелие. Теперь все, дальше они должны сами идти. Они уже выросли. Можно показать? Покажи веру. Да нет, я не про веру говорю. Я говорю только про писание. Веру показать? Вообще, ну, как показать веру? Веру Господь дает человеку. И теперь дальше ты дела делаешь, да, ну, без веры, ой, без дел веру не показать. Не покажешь ты веру без дел, поэтому, ну, какие дела? А вот тут дела теперь, вот сейчас вот мы читали, брат прочитал, дела, какие дела? Дела, которые там, ну, проповедь, это самое такое сложное, когда ты другим людям проповедуешь. Но когда ты участвуешь в занятиях, просто между своими, никто тебе, ну, ничего не сделает тебе. Ну, дальше ты что-то ошибешься, там, и так далее. Что случится? Да ничего не случится. Ну, поправить тебя, и все. И еще лучше будет знать. А вот когда ты с другими беседуешь, это, да, это уже талант, это дар такой. Потом дальше вспоможение, там, учительство, дары, вот эти вот, исцеление дары даже, языков. Дары, Господь, много даров, это дела, которые ты должен делать. Какие дела делают у нас родители? Смотрим, что, ну, я вот, допустим, Надя, ну, она костями ложится. Ну, вот, Елена, ну, тоже участвует везде, там, вот эти книги таскает и так далее. Ну, молодежь, вот, допустим, возьмем, где она участвует? Ну, нигде не участвует, ну, ходит, слава богу. Ты сегодня остаешься все заняться? Ну, хорошо, мы немного будем заниматься, поэтому давайте все, позанимаемся. Занятия – это тоже дело. Смотрим. И дети у нас постоянно, сестра Надежда, я тоже все время, ведем, вели, я вел, сейчас ведутся занятия, воскресная школа постоянно с детьми. Так, что еще надо, я не понимаю, со мной никто никаких занятий не вел, мне Господь веру даровал. Ну, непонятно почему, я вопросы задавал, правильно я живу или нет, вот один вопрос был. И в свое время у меня явился дедушка в 11 лет и говорил мне о вечной жизни. И я это, да, я там уже много говорил, там, даже писал, там, интернет-певет, это все, как это все было. Меня там заперли в этот период. Инкубатор в этот, инкубационный кабинет, держали меня там три дня, пока мама не приехала. Потому что я у всех спрашивал о вечной жизни, в 11 лет, в вечной жизни, ни с того, ни с сего. Вот пионерский лагерь привезли, был парень, как парень, научился плавать там. Ая называется, кто слышал? Ая. Ну, там пионерский лагерь был, там озеро, и там несколько пионерских лагерей, я там 70, какой там год это был, И мама приехала, и она рассказала, как дедушка ко мне пришел. Ну, Господь послал просто силы какие-то небесные, чтобы мне это рассказать. Вот такие чудеса нужны были, потому что мама неверующая, плачет. Ну, я это пришла, доктор, что там, да что, а что, что, забирайте, говорит, его, нам не надо, говорит, Ну, ходит ко всем, пристает с этой вечной жизни. Я им последний раз, я помню, лет 16 уже. И после этого, когда я приехал с этого премьерского лагеря, у меня еще пара лет что-то. И потом, последний день рождения в 14 лет мне было, мы всегда собирались, класс целый приходил домой, и в 14 лет, и прошло день рождения, ничего не прошло даже, там, посуду помним моем, и мама сошла. Я говорю, мама, все, больше это, день рождения не надо не исправить. Она, почему? Я говорю, да мне же уже 14, на следующий год будет 15, а там дальше смерть. А где жизнь-то вечная? Мама, давай, там опять плакать, ты стопишь, опять цитовечная жизнь. Это избранничество, избранничество. Господь, да. А мы тут все рассказываем и так далее, и меня спокойно называют. Как меня называют сейчас? Неоднозначный персонаж. Ну, не умствените вам от меня, что сказать. Неоднозначный персонаж. А вы однозначный, потому что все персонажи. То есть, Влад идете. Я так вот непонятно куда. Ну, вот так вот, то есть, это, в 2002 году хочу еще напомнить, Господь также посещает, ну, как посещает, он, знаете, не то, что там, голос мне и так далее, сердце мое щемилось, вдруг ни с того ни сего. Дети начали у нас рождаться. Дети в 2002 году. Первые дети пошли. И на фото. Ну, и так далее, там, и прям, Господь, ты должен взять на попечение всех детей, которые там, начинают там с ними беседовать, разговаривать. И вот они начали занять, ну, Надежда их знает. Ну, кто знает еще из вас. Вот, я постарался сколько мог. Вот сколько мог постарался. Ну, а получил, как всегда, добрые дела, они наказуемы не бывают, да. Поэтому. Поэтому я хочу сказать, вы смотрите вокруг еще на братьев и сестер. Не надо смотреть в свое сердце, оно бывает лукаво. Вот подняли руки, ну, подняли, восплеснули Господу от радости, да, все вместе, а воочи воскликнули. Все, ну, помолись дальше там и так далее. Ты участвуй в этой молитве-то в общей, иначе ты просто отпадешь, и все, мы же члены церкви, а не просто так все это происходит. Вот так, братья. Ну, сейчас останемся еще на занятиях, позанимаемся, чтобы закрепить это все. Чтобы дети, ну, дети это те, кто, допустим, мне уже 60, вам поменьше, и на типу еще у нас вкладчиков 80 лет. Ну, чтобы знали. Вот у нас сестры есть, которые старшие. Вам сколько, Татьяна Александровна, идет? 75, видите. И вы видите, это примеры все для вас. Ну, вы же уже подросли у вас, вы же взрослые, все, вы отвечаете за все слова. Вот рядом стоит и 75. Она поднимает руки, ничего такого нету. Молится, пришла, у ней колено там, она робот-полуробот уже, железная, ну, или пластиковая. Ну, эго, не надо дальше, как он был задирать, все там про рассказы. Ты прям уже дошел. Ну, 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 спокойнее, 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 не надо. Не надо, вы спокойно себя ведите, просто, если вам что-то не нравится, потом мне нужно будет вопрос. И она ходит в храм. Это не пример ли? А у вас все двигаются суставы свои, как говорится, от Бога дадены. Да это чудо. Вот я должен был тоже заменить сустав, но Господь вот дал мне речку, я пока плаваю, видите, передвигаюсь как-то, хожу, тут бедро болит, там спина опять, ну, видите, я выпрямился даже, немножко там как-то. Почему? Ну, Господь дает нам чудеса, вот такие, а не чудеса, кажется, что оно должно случиться вдруг. Да нет, оно в голове Господь дарует, в голову, если Господь хочет наказать человека, он отнимает разум. А если он хочет благословения тебе, то ты становишься мудрым. И в чем главное? В Священном Писании. Вас еще не спроси, вы не хотите ими заниматься, ни в Священном Писании, ничего не знаете. Но если даже знали какой-то пример, то вы не можете его толкование рассказать. А более того, комментарии есть, Игнатих, он показал какие-то должны быть комментарии, он на проповедь и на чтение Священного Писания показал комментарии. И все. А ведь много другого есть. Есть учительство, есть проповедание, есть благовестие и так далее. То есть это тоже можно было все включить. Вспоможение какое-то, а исцеление, про это мы вообще не говорим, как бы стараемся ой-яй-яй. И постепенно, говорит, они ушли одни за другим. Какая глава? Какая глава? Какая глава? Где? О чем сейчас вы сказали? Деяния. Деяния Святых Апостолов. Деяния, где Павел, Гриб. Ну вот читали мы, читали вот Деяния недавно на Пасху. В Грибе позвал знакных. Двадцать восьмая последняя глава написана. Игорь, по одному, говорит, уходили. В конечном итоге никого не оставалось. Иван, у кого есть еще слова? Ну конечно, они не согласны. Да, споря между собой написано. Да. Есть еще у кого что сказать? Ну это... Слова есть у кого? Есть у кого еще слова? Я хотел тебя спросить, как у тебя на работе. Да и брат, ты там заболел, что-то где-то работаешь. Расскажи мне. Он не знает, не знает он, что сказать, что тебе такого. Да перестань ты знать, что он знает. На работе у меня все, слава богу. Большинство работников начинает уходить в отпуска. Работа становится сложнее. В сборной помощи работаем. А скажи так, вкратце, в среднем, как ты и что работаешь? Меня поставили коридором. Это значит, моешь коридор, там метров 120 длиной коридора. Да, коридоры хорошие. Длиной такой, хорошей. На меня поставили комната гигиены, это мне убирать. Плизменная и туалет. Извините, девушка, не хочу вас обижать, но самые грязные туалеты женские. Женские? Женские. Бабы-бабы. Женские девушки. Ужасно. Первый раз такое слышал. Мужские все первым засыпаны. Никогда не в женских. А в женских прям все. А ты не можешь там написать, что все стены оказываются изляпан? Да. А бумага и есть? Может бумага? Ну и знаете, там я видел таких женщин, особенно пьяных, которых привозят. Там кошмар. Нам пьяных редко привозят. Ну у нас в пьянке чудеса бывают. У нас и заключенных нам привозят. Да, можно было. На операции спасать. Прось, а скажи, а я когда? Подожди, чтобы это еще интересно. А это, ты там шприцы, это тоже? Нет. Я санитар, я не медбрат. Меня к этому не подпускают. Ну ладно, это слава будет. Ну вот, помогать, отнести анализы, документы, отвезти пациентов, помочь переложить особо тяжелых больных, вообще просто тяжелых. Часто бывают, или в день, допустим, сколько раз там тяжелых перекладываешь? Ну тут по-разному зависит, сколько привезли. В среднем. В среднем, ну один человек как минимум почти. Помоги Бог, я все это буду продолжать. Вот самые тяжелые люди, больше проблем со здоровьем, это именно у людей с лишним весом. К сожалению. Да, это весом. Им очень тяжело. Им очень тяжело. Они зачастую сами о себе заботиться не могут, потому что у них первыми силы пропадают. Они просто даже банально о себе заботиться не могут. Утки там, да? Да. Лишний вес. А лишний вес от свиньи жареной. Люди, к сожалению, в палатах лежат разные. Кто-то спокойно, кто-то конфликт начинает возродить. На работе тоже периодически начальство то начинается ругаться, то успокаивается, меряется. Вот такая вот потихонечку. Вот боже мой. Я бы вас туда довез, куда-то... Что вы туда бежите? Да, я знаю. Я вас... Заведите, терпите. Ну, ну, пусть с тобой будет все. Это один из самых замечаемых факторов. Многие люди, многие вот мои коллеги, они не так спокойно относятся к проблемам других. То есть, если вот, видите, человек попросил, они начнут с ним ругаться, припираться. Ну, как сказать, мне проще молча взять, пополамать человеку, веряно. Ну, ты христианин. Ну, это ведь, это страх Божий. Мне, как сказать, очень сложно, очень сложно понимать в такие моменты людей, почему, зачем такая жестокость другим, зачем оскорблять, ругаться. Я почему-то постоянно, моя начальница, старохозяйка, все время удивляется. Она спрашивает, ты не обиделся, не обиделся, когда что-нибудь разойдется, накричит. Я говорю, обида не христианская чушь, а она никак не может понять, почему так. Как ее забыли? Ольга Васильевна. Ну, ты расскажи о страхе Божьем. Ты можешь рассказать о страхе Божьем? Ты понимаешь, что три ступени страха Божьего помнишь их? Не правда. Помню страх Божий, как раба, как сына. Нет, 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 нет. Как слуги. Ты за мзду, за мзду, за царство небесное делаешь. Раба, ты боишься просто, кричешься, что будешь наказан. Слуга, за денежку, ну что-то дадут мне, там будет хорошо мне. Там постоянно в ванне с молоком теплым. А третье, уже конечное, это высшее, это рождение свыше, как сын. То есть ты полюбил родителей. Ты подошел, то что я все время детям, ну и вам тоже, все время говорил. Вы своих родителей целуете, говорите, что их любите или нет? И по-моему, ты только одна сказала, что да, я подошла к маме, там поцеловала ее. И я сейчас в интернете тоже спрашиваю. Вот если ты каждый раз спрашиваешь, то кто-то запомнит и на следующий раз я спрашиваю. Да, нет, уже расскажи. Нет, 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 он не убегает, я просто вам покажу. Потом просто вот так захлопнешь. Надя, а ты куда? Деньги же зовет. Ну и что вы все торопитесь? Все. Ну давай, я не буду говорить, и что, никто не убежит, что ли? Ну и что, все останутся, что ли, не буду я говорить? Ну просто не торопим сейчас, мы правильно переводимся. Нет, расскажи, где ты сейчас работаешь там? Это у меня все, слава богу, я на фельсофабрике работаю. А что там делать, что ли? Ну, поначалу, получается, забой, куриц давали там пачками, по 4 в руку, и взял в две руки, пошел. Передал другому обратное, и так далее, и так везде. А не мертвые курицы? Нет, живые, живые. Живые? Естественно. А, а мертвые, они там, да, становятся уже, без тебя? Да, это просто загружаешь их в караба, там они там по 4. Тебе жалко, жалко, вообще? Ну, есть немного, естественно. Это хорошо, это нормально. Слава богу. Милосердие должно быть. Тоже живые, что есть, вещества, конечно. Ну, а потом... Ну, а потом... Скажи, как заболелся. Да, я же говорил, у нас сначала, получается, забой один день, потом у нас был перевод два дня. То есть я вышел в четверг, в пятницу, в субботу у меня был перевод. То есть мне надо было приходить. Ну, и, короче, видать, на переводах сначала первый день на переводе не отправили на растарку, то есть там просто надо берешь, вытаскиваешь телеги с курицами, ну и их по клеткам распределяешь. А потом меня отправили на затарку. Ой, там очень сложно. Там надо куриц, во-первых, ловить, во-вторых, надо их таскать туда-сюда, туда-сюда. И вот эти самые короба, их там по 9-10 штук, но они заливаются полностью курицами. Там что-то, ну, 40 на одну клетку.